Уделим внимание рассмотрению принципу Кен Тай И Чу Что означает атака и защита одновременно Здесь есть два варианта Первый называется Кен Чу Тай То есть атака внутри защиты Что это означает? Мы ждем действий инициативы противника И на это реагируем То есть атака внутри защиты Первичный путь защита Это вот то, что мы рассматриваем К примеру, вариант, когда идет его атака Я защищаюсь, бросаю руку Срезаю и продолжаю видать атаку Вроде действия одновременно Но ключевым здесь является защита Сюда же можно отнести, например, вариант джентвартата Когда он наносит, я ухожу с линии атаки И наношу встречный удар То есть инициатива у оппонента Второй вариант это Тай Чу Кен То есть защита внутри атаки Отличие здесь будет в том, что инициативу проявляем уже мы И моя задача будет нанести удар, но при этом защитившись Пример, как уже рассматрившись в предыдущих стратегиях Я наношу джент, но полностью перекрывшись Таким образом, приоритетом у меня будет атака Но я закрыт от его возможных действий Если мы говорим опять же об инквартате Я наношу атаку со смещением в сторону Таким образом, его контратака пойдет мимо Я атакую, но при этом оказываюсь защищенным Многие стратегии, многие элементы технические и комбинации Могут переходить из одного принципа в другой В зависимости от того, кто проявляет инициативу Но они являются универсальными Внимательно рассмотрите возможное использование подобных принципов Не только в варианте, как контрбанча, но и как атакующих То есть, хотя мы уже должны подразумевать, как нас могут атаковать И когда атакуют нас, защищаясь, мы уже должны четко понимать Как мы можем проводить контратаку по одной из вышеуказанных стратегий